ребята хочу немного рассказать о себе потому что многих сейчас смотрю интересует такой вопрос что у меня с рукой у меня два в 28 лет то есть в 2012 году 8 лет назад отказали почки на голове то есть обе почки отказали полностью я перестала ходить в туалет по маленькому как-то стремно вот это рассказывать но много любопытных очень поэтому я расскажу вот попала я в реанимацию меня короче еле спасли я три раза была на волосок ну с того света меня вытаскивали три раза короче да это не сути сейчас о другом вот сперва перед тем как попасть мне на процедуру гемодиализ вы можете загуглить что такое гемодиализ более подробно там все в интернете вот километр этих всех штук дрюк я не знаю мне сделали операцию на руке то есть сперва сейчас я сниму часы покажу сперва вот здесь вот я думаю видно у меня здесь такая же была шишка как и здесь здесь была фистула называется она то есть делают вот здесь вот в этом случае мне сделали вот здесь вот маленький разрез на руке видно да шрам шили артерию с веной чтобы был лучше кровоток для проведения процедуры гемодиализ гемодиализ это когда тебя подключают к аппарату искусственная почка то есть четыре часа ты лежишь на этой процедуре одну иголку иголки вот такие вот маленькие бабочки но толщиной больше чем цыганская игла тебе сюда колят отсюда кровь то есть ну сюда прокалывают вену одной иглой отсюда забирается кровь и сюда прокалывают вену другой иглы то есть две иглы с одной забирается кровь чистится через машину прогоняется все токсины все шлаки жидкость лишняя которая в тебе находится через эту вторую иглу она уже проходит чистая кровь и вот так вот и четыре часа гоняет это но эта машина искусственная почка гоняет твою кровь четыре часа три раза в неделю то есть у здорового человека почки работают 24 часа в сутки у меня была чистка три раза в неделю по 4 часа все остальное время это были шлаки токсины и все остальное прочее вот и так продолжалось восемь лет то есть у меня вот это была первая фистула вот здесь вот была вторая фистула это все стрёмно жутка и страшно вы можете не смотреть здесь была вторая фистула вот здесь вот была третья фистула здесь вот она вообще не работала ничего она заглохла сразу здесь была четвертая Roland тоже contre а это была 5 она остановилась в январе соответственно в январе я поехала в питер на она когда в остановилась да я поехала в питер на протез протез это искусственная вена которые у меня должны были вшить либо в ногу, либо в руку, чтобы проводить гемодиализ. Без гемодиализа через неделю я бы просто умерла. Вот такие дела. Я на группе на инвалидности. Я не работаю из-за этого. Я поехала в Питер. 28 января я была уже там. Следом 5 февраля приехал мой папа. Он был моим донором. Отдал мне свою почку. Я вот говорю, у меня прям слезы на глазах. Папе 63 года. Ребята, я не могу. Короче, мы с ним там провалялись 2,5 месяца. Он отдал мне свою почку. Ну, то бишь, сейчас я хожу с его почкой, получается. 8 лет я проходила на диализ. Это жутко. Это страшно. Это страшно. Я никому этого не пожелаю. Вроде немножко успокоилась. А из-за чего у меня отказали почки? Ну, по идее, это болезнь гломеролонефрит. Заболевание почек. Хроническое. Гломеролонефрит, насколько я знаю, он не лечится. Его можно как-то спасаться от диализа какое-то время. Поддерживать себя, поддерживать почки, соблюдать диету и все такое, короче. Я переболела ангиной в детстве, ребята. И со временем это ангина. Ну, не со временем, а ангина дала осложнение на почке. Я заметила в 17 лет еще, что у меня что-то не то. Потому что в туалет один раз я сходила кровью. Но мне было 17 лет. Я не придала этому просто никакого значения. Понимаете? Соответственно, я родила дочь, Настю. Мне ее запрещали рожать. Собирали консилиум, делать преждевременные роды, все такое. Я съебывалась за больницы. Вообще. Прыгала в поезд и уезжала домой. Вот с таким вот, блядь, пузом, который вот уже вот-вот. В общем, слава богу, что я родила ее. После этого, через 6 лет, у меня они отказали. Ну, соответственно, после родов, короче, после, ну, после того, как я родила, да, этот весь процесс стал еще быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Эта фистула, вот эта вот рука, она, шишка вообще была огромная, ребята. Она у меня проработала 2,5 года. То есть 2,5 года назад я была в Питере, я постоянно езжу в Питер. Вот. Она у меня проработала 2,5 года. А работает она, знаете, вот так вот трогаешь ее, она прям как вибрация. Вибрирует прям ее слышно. И вот так вот, когда прикладываешь руку, она ее так ву-ву-ву-ву, качается кровь. Так как вена с артерией, они вместе сшиты, там получается кровоток больше и быстрее. Ну, соответственно, эта фистула влияет на сердце очень сильно. Вот. Я очень благодарна своему папочке. Дай бог ему огромного здоровья. Здоровья. Дожить ему еще, не знаю, лет до 150, блин, вообще не знаю я. Я очень за него сейчас переживаю, звоню ему очень часто и требую, чтобы он почаще ходил в больницу, сдавал анализы и делал УЗИ в своей последней почке. Ну вот, как-то так. Так что, кому интересно, может, кто дослушает до конца, а кому нет, значит, пробегайте мимо. Ну все, ребята, я надеюсь, я объяснила, а все остальное прочее вы можете найти просто в интернете. Загуглите, что такое гемодиализ, что такое процедура гемодиализа, как она делается. Все это есть в интернете. Кому интересно, тот увидит. Всем пока.